здравствуйте достан поздравляю вас с бронзовой медалью вашего ученика амантура исмаилова на чемпионате мира как чувствовать себя тренером призера мира чувство очень замечательный давно ждали эту медаль монтур тоже долго к этому шел были трудности и вот в конце вот нам всевышний дал такое в конце этого года имеется ввиду радостные все вообще по моему впервые мы так громко услышали об амантурии после азиатских игр до когда он бронзовым призером 100 индонезии 2018 году а до этого где он до этого на юношеском чемпионате мира выступал на молодежном тоже в десятом классе он выполнил мастера спорта тогда он на взрослом чемпионате республики финалистом был у него юношеский молодежный результат такого сильно громкого результата не было изначально когда вот я вообще он ко мне пришел я знал надеялся и думал и верю до сих пор что он по взрослым именно результат покажет да потому что мальчик к этому долго шел и в начале тоже в детстве чуть чуть не получалось там и по технике по молодежи тоже чуть не получалось и вот сейчас вообще среди тренеров существует такое мнение если спортсмен не показывает результат на юниорскому уровне то вряд ли он покажет на взрослом есть же такое мнение есть тоже ну как говорится борец борцу рознь тоже каждого по-разному кто-то в начале как звезда загорается потом угасает кто-то наоборот потом попозже к этому подходят вообще есть ученики талантливые есть пахари до головы работают амантур какой амантур он талантливый у него очень хорошие данные природные и он сам по себе очень такой настырный до тыс он поставил целью любом случае ее добьется вот этот черта его с детства было характере с детства была дана видно но вообще я знаю допустим как боролся канат бегалеев как борется акжом махмудов я не пойму как борется амантур я у него спрашиваю он говорит я сам не знаю как бы ну просто он знаете есть такие борцы которые борются и вообще ничего не делают или там возьмут в начале 23 балла и потом ничего не делают и другому не дают амантур а такого нету он даже если выигрывает он все равно и лезет в борьбу ищет прием бросает если проигрывает он вообще начинает рисковать более расковывание бороться начинает уже вот это волнение спортивное исчезает когда вот человек уже более свободно борется вот вольные борьбы у нас есть ара назарок маталиев который вот там антуры они чем-то похожи непонятно как они в одном классе даже вместе учились спортшколе у них есть да такая черта бойцовская потому что респект тренер азара и говорит тоже иногда не пойму что он делает вот это хорошая черта да вот когда непредсказуемый борец и и вот постоянно когда приемы делает это вот наша отличительная черта наших именно киргизских борцов греко римлян и вообще и вольного стиля мы много делаем приемов в стойке хотя взрослой борьбе это очень мало даже вот взять акджола и джоломана финале они досрочно этот выиграли схватки не почти все приема не в стойке сделали акджол два приема сделал стойки джоломан тоже вертушку иногда дошел это наша отличительная черта наших киргизских борцов первая схватка на чемпионате мира я лично думал что уже все и кто-то тоже монтор что-то показал когда уезжал на вот этот чемпионат мира честно говоря такое предчувствие у меня уже было что он там с хорошим результатом должен приехать потому что он можно сказать так не на пике но в очень хорошая форма был и даже там когда он уезжал когда я сгонял я у него спрашивал у него хорошее настроение всегда было и настрой такой был я поеду я покажу первая схватка с венграм честно говоря я даже не не ну можно сказать ну я знал что он его выиграет да но не не думала что такая схватка получится но венгра он должен был пройти изначально и с таким расчетом когда жеребевку посмотрел уже так рассчитала но вытащил можно сказать да вытащил в конце ну начальный чуть-чуть разбросался там может быть волнение тоже вот этот спортивная сыграла так потом собрался догнал выиграл мой в принципе похожая схватка за бронзовую медаль был за бронзовую медаль очень интересная схватка была действительно очень зрелищная можно сказать так переломил сход вход всего поединка он хорошо обратным захватом тащили да вообще с этим с грузинским спортсменом они на кубке турлуханова встречались уже в этом же году три месяца назад а мантур тогда не очень хорошей форме был он как раз после травмы колена получается это его вторые соревнования он поехал туда и 40 он проиграл этому грузину тогда на кочергу улетел а вот здесь когда они начали бороться грузина опять хотела прием сделать новом он тоже знал что он будет делать и он не дал ему этот прием сделать то есть вот у каната бегали его была такая черта он одному и тому же борцу никогда второй раз не проигрывал да 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 планом тура может то что да дай бог что вам вообще никому не проиграли но вообще борьба очень такой сложный вид спорта и здесь действительно вот как вы подчеркнули одним талантом далеко не уедешь на только труд как даже вот мои коллеги говорят вот постарше меня они говорят если будет выбор между талантливым ребенком и трудягой нужно выбирать всегда трудяга да потому что труд он все равно на дает свою работе туда призер азии призер азиатских игр призер мира даже призер исламских осталось олимпийские игры прошлый раз вот двадцать первом году на лицензионном турнире немного не повезло не хватило не хватило не хватило теперь какие задачи теперь ну от азиатские игры у нас на следующий год и вот лицензионный мир на олимпийские игры туда вот ставим планы сейчас обман тур восстанавливается чуть сейчас начнем обратно все по новое колесо на мире по моему 5 пятерым дается лицами первая пятерка два третьих два пятых получается 5 между собой не будет за лицами нет нет а то есть шесть человек да да кто в одну четвертую попадает он уже автоматически чемпионат мира лицензию берет кроме азиатских игр которые будут на следующий год сейчас какие общие планы сейчас по моему на сборах да ребят сейчас на сборах да ребята они готовятся чемпионат мира ю-23 возраст а монтур сейчас пока на этот сбор не поехал здоровье вот я как сказал восстанавливать сейчас поправляет чуть-чуть у него там травмы были вот сейчас хотим эти травмы подлечить чтобы нас лечь бы от нас не тревожили и потом сосредственно как эти лечение закончится начнем уже обратно ну наверно первый старт будет чемпионат республики это возможно или возможно призеры мира чемпионы пропустят чем это вопрос не ко мне уже главным тренерам но у нас старт год начинается с кубка чемпионата с кубка республики на что еще нужно монтуру чтобы как бы завоевать лицензию и поехать на олимпийские игры но не только монтур вообще что нужно вообще нашим борцам в первую очередь это послушание слушать своих тренеров потому что тренер вам никогда своему ученику плохого не пожелает потому что вот знаете даже вот своим детям столько внимания не уделяешь как вот своим спортсменам да я утром ухожу на работу мои дети спят потом после работы тоже у меня свои дела и получается так поздно ночью приезжаешь дети опять понимаете только по телефону с ними поэтому вот чтобы тоже тренер чувствовал такую отдачу тоже от ученика это в первую очередь чтобы послушание чтобы тренер у него был на первом месте к ним после родителей после всевышнего конечно но тренером без тренера тяжело будет поэтому первую очередь только тренера слушаться желание цель поставить сейчас мальчики наши уже очень близко если раньше для нас это было как-то заоблачным то сейчас вот в этом году мы уже получили двух чемпионов мира поэтому это все реально все возможно только трудиться надо что самое интересное казахстанские борцы уже 23 года не завоевывают золото чемпионата мира да по моему даже 20 до 23 года узбекистанции 2006 артур таймазов последний раз а у нас вот не было чемпионов мира и уже три чемпионата мира подряд у нас чемпионы 2019 сумму 21 слумы и рим и в этом году вот акжол и жаламан то есть не было не было у нас наоборот вот теперь появились это вот тоже вот знаете надо большое спасибо сказать нашим тренерам которые вот такое тяжелое время постсоветское пространство после перехода советского сыну на республику вот как мы суверенные стали они сохранили вот это все понимаете вот этот вид наш олимпийской борьбы вот я не только за греко римскую говорю вообще за борьбу поэтому первую очередь спасибо им я вот даже помню когда я даже тренировался все равно вот для нас куда-то было выехать это очень такое да событие большое событие его тренера они все равно хоть даже со свой счет но как-то что-то они все равно нас возили мы боролись там вот свое можно сказать последние отдавали на и вот спасибо этим тренерам которые сохранили свое время вот этот вид спорта борьбу наши и вот сейчас молодое поколение вот мы тренера молодые сейчас вот получается вот подхватили да вот это вот большая заслуга наших тренеров всех удачи амантуру удачи вам удачи вообще всем нашим борцам федерации и в завершении разговора вот можете что-нибудь сказать нашим телезрителям телезрителям хочу пожелать только побольше заниматься спортом ставить цели планы трудиться обязательно вы достигнете своих своих целей вот обязательно нужно еще раз повторюсь слушать своего тренера так все в принципе нормально у нас в гостях был заслуженный тренер каргызской республики личный тренер бронзового призера чемпионата мира амантура исмаилова дастан мухтаров спасибо что пришли дастан до свидания амантура Продолжение следует...